Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня у меня будет в руках новое укулеле. Сегодня мы будем делать обзор на новое укулеле, как ни странно, потому что сегодня ваша любимая рубрика Unboxing от Дарьи. Ну а перед началом распаковки, конечно же, я напоминаю, что мне цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами стали на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле-комьюнити. И именно ты, дружок мой пирожок, можешь помочь мне достичь эту цель. Ну а сейчас садись поудобнее и будем смотреть, что же мне пришло. Unboxing от Дарьи. Ну а для начала расскажу небольшую историю, зачем мне вообще новое укулеле. Дарья, у тебя же была до этого другая, как бы. Пожалуй, начну с того, что я переехала жить в Питер на постоянную основу, сейчас я просто приехала в гости в родной город Набережной Чулны. Так вот, моя нормальная укулеле-концерт осталась в Питере, которая вся обклеена такая, вот вы ее помните, во всех разборах она была. И я прилетела в свой родной город с одним рюкзаком, я не брала багаж, не брала укулеле, потому что мне пришлось доплачивать. А там была такая акция у Победы, что дешевле стоит билет на самолет, чем багаж. Поэтому я такая думаю, ладно, куплю тут какую-нибудь дешевенькую, простенькую, пусть это будет как дрова, но хотя бы какие-то будут дрова, на которых я смогу делать разборы. По итогу, здесь я купила вот эту вот укулеле, которая звучит как дрова, на нее даже был целый обзор, посмотрите. Да, в последних разборах была вот именно она. Ну и вот, сидела я, не тужила, играла на этих дровах, снимала тиктоки, снимала разборы, и в какой-то прекрасный день мне пишут ребята из флайта и говорят, Кому он дарят? Почему ты играешь на этих дровах? Я говорю, я не знаю, у меня нет другой укулеле. Она такая, давай мы тебе привезем нормальный укулеле travel, тебе пойдет пока поиграть. Я говорю, а давайте. И сегодня как раз вот она ко мне пришла, разберем ее с ног до головы, узнаем плюсы и минусы, стоит ли покупать такое укулеле на постоянной основе, чтобы играть или нет. В общем, садись поудобнее, сейчас будем во всем разбираться. Ну а для начала нам поможет наш друг-товарищ. Добро, ну упаковали, чтобы Почта России что-то там не накосячила, как всегда у нас. Итак, ну я могу сразу заметить, что эта укулеле небольшая, потому что это сопрано, но у нее гриф, как у концерта. Я сейчас расскажу, что это такое вообще, в чем плюс и в чем прикол. Распаковываем. Так, сразу видно, сразу есть. Есть чехольчик, удобный, он такой, знаете, сделан из холщевки. Холщевая такая ткань, обычно ее делают на ветровке, чтобы вот если дождь идет, не промокать. Посмотрим, что кладут. Ну я уже понимаю примерно, что кладут. Это что это? Тут такая бирочка, текилы. Это значит, что на нее струны поставляют текилы. Кстати, неплохие струны делают эти ребята. Порожек, я боюсь представить там. Или нет, порожка, или это запасной. Если это реально запасной, это вообще круто будет. У меня такой стекир по коже был. Ага, а вот тут, между прочим, ну как всегда, ребята из Влад положили такую брошюрку. Они во все свои укулеле флайт кладут. У меня, когда прислали гиталели, да, кстати, у меня тоже есть гиталели, тоже от флайт. Можете тоже посмотреть анбоксинг, анбокинг. Там был немножечко другой человечек нарисован. Там была, по-моему, скрипа. Девушка, она, кстати, русская. Кстати, рассказываю историю, когда я только-только начала играть на гитаре. На тот еще момент на укулеле я, кстати, скрипы смотрела. Кто знает этого человека, можете написать мне крестик в комментариях. Ну, ничего нового тут не написано. Все на американском, я не знаю, английский. Тоже набор наклейчик. Ну, кстати, те наклейки я так не наклеила. Помните, я говорила, что на гитаре ли я наклею наклейки, а потом подумала, а зачем? А для чего? Короче, у меня наклейки эти пока так и лежат. Что про наклейки? Мы что-то решили наклейки, что ли, смотреть? Смотрим. Блин, она такая, она моя, она такая, она моя, хорошо. Сейчас откроем, посмотрим. Кстати, очень удобен такой чехол, что прям вот, ну прям... От начала до конца просто бывает чехлы, когда вот тут вот открывают и кладут. Это не совсем удобно. А вот когда вот прям вот так вот идет молния, вообще шифа сквырит. Так, не понимаю, что делать. Фух, нормально, все, тут запасной дорожек, это все нормально. Короче, все, паники нет, все нормально. Это укулеле выглядит вот таким вот образом, темно-синее. Я понять не могу. Такая поверхность прикольная. Матвая такая, красивая. О, хорошо. Короче, давайте посмотрим, что, как вообще это выглядит. Выглядит это все вот таким вот образом. Вы посмотрите, ну посмотрите, обалденный же цвет. Просто мне он так нравится, капец. Мне этот цвет вообще очень прям... О, моя дорогая. Позади это выглядит вот так вот. Модель-то у нас какая? Это модель TUS L35DB. Напишу, если что, вот тут вот. Ну то есть это из серии Travel. Что значит Travel? У Flight есть такая серия укулеле. Она обычно, это идет сопрано или сопрано с грифом как концерт. Сейчас об этом чуть позже расскажу. Эти укулеле предназначены вот именно когда ты путешествуешь. Они, их можно взять в ручную кладь. Они недорогие, удобные, практичные, качественные. Они сделаны из пластика. Ну вот это, по крайней мере, часть. Я потом погуглю. Я вот честно не совсем знаю. По-моему, она почти вся из пластика сделана, да. То есть накладка на гриф из пластика. Вот тут тоже из пластика. Просто пластик сделан под деревом. Можете посмотреть, я вам сейчас еще подсниму. Блин, ну мне так цвет нравится, ребята! Она расстроена? Пока что, не расстраивайся. Я ее настрою, потом мы с вами ее послушаем. Сразу что бросается в глаза. То, что тут такие маленькие-маленькие разграничения для грифа. Можете вот прям увидеть. То есть если брать тут, то есть вот, вы посмотрите, да, какие разграничения на гриф. Ладовые порожки вот эти вот все. И какие вот тут вот. Прям такие малюсики. Чтобы место много не занимало, прям, чтобы было все нормально. Сразу что бросается в глаза. В принципе, очень красивая цветовая гамма. Да, мы смотрим сначала на красоту, потом уже на звучание. Небольшие такие колки. Потому что прелесть данной модели, помним, да? Компактность, удобность. Ее можно легко взять вот так вот на плечо. Пошел в поход, спел свои песни у костра. Кстати, у меня, если что, есть целый полагонист песен у костра. Кому надо, посмотрите. Ее как раз и рассматривают для того, чтобы куда-то пойти. Легко, практично, удобно. Не переживай, что вдруг, ой, дождь, а вдруг, ой, снег. Она сделана из пластика, с ней ничего не произойдет. Все будет хорошо. Анбоксинга, Дарри. Кстати, я обратила внимание, что тут немножечко другая система крепления струн. То есть ты делаешь, как бы, вот такую плюмпочку. Задеваешь ее и тянешь. Чаще всего крепление идет, как бы, ты завязываешь узелок, и он тоже покажешь чесноту, и все поймете. Не могу сказать, что это плюс, а не минус. Это просто такая фишка, это укулили. И еще, что мне прям вот сразу запомнил, сразу я увидела. Это то, что тут есть крепление для ремешка. Для ремня будет очень удобно. Ты закрепил вот тут, закрепил около грифа. И то есть ты будешь вот таким вот образом, то есть у тебя вот тут ремешок, раз, идет наше плечо, вот так вот. Будет очень удобно, чем закреплять ремешок около розетки. Это не совсем компактно, не совсем удобно. Ну, я просто не люблю так. Я, конечно, не играю с ремешком, не играю стоя. Если я даже играю стоя, то я могу взять ее так, мне будет удобно играть в одном положении и сидя, и стоя, если я все правильно сделала. Кому неудобно, просто берете ремешок, прикрепляете. Эти ремешки, кстати, бывают разные, я про это могу снять целое видос. Если вам надо, обязательно напишите. Прицепил, закрепил, спел свою там эту, что там, свою там батарейку и вообще красота. Теперь, что касаемо того, что, Дарья, ты мне вот сказала, она как бы сопрано, но он говорит концерт, рассказывал, что это значит. Это значит, что наш корпус вот этот вот, это как у укулеле сопрано. То есть он небольшой, он компактный, но при этом у этой укулеле гриф как у концерт. Чем они отличаются, ты спросишь? Размером ладов, ну, по крайней мере, вот первые пять, да, на укулеле они намного больше, чем на сопрано. Также гриф сам по себе чуть толще. Просто чем мне нравится сама по себе укулеле концерт, тем, что она удобна. Тут удобно зажимать пальцами, особенно если у кого, например, пальцы длинные, широкие, да, сами по себе, мы все разные, все индивидуальные. На сопрано у меня была самая первая укулеле сопрано, на ней не совсем удобно было зажимать, потому что вот лады они маленькие, гриф сам себе маленький, и тебе вот точка опоры постоянно съезжает, как-то тут сворачивается, что-то как-то... А тут убили сразу двух зайцев. Она сама по себе сопрано, но при этом гриф, как у концерта, и вам будет удобно зажимать какие-то там песенки, петры, пепы... Ну, у нас сейчас это пока не получится, я сейчас ее настрою, все получится. Кстати, я еще заметила у этого укулеле то, что у нее верхний порожек, он не вклеен, он как бы впаян, то есть это единая часть, единая комплектация, накладка вот идет на гриф, и тут же сделали верхний порожек. И заметьте, он прям вообще малюсенький-малюсенький, и за счет того, что он супер такой малюска, тут расстояние между струнами от грифа до самих струн супер маленькое, то есть вам не придется сильно давить. У этой модели еще такой выпуклый корпус, а многие почему-то пишут, Дарья, вот у меня, например, выпуклый корпус, а я видела, что есть вот прямой, вот как вот тут, да, можете прям заметить. Влияет ли это как-то на звук? На самом деле вообще никак. Просто и выпуклый корпус, и или прямой корпус, это зависит от модели, от дизайна, то есть это просто выглядит по-другому. На звук никак не повлияет, это вообще ничего не влияет, ни на что не повлияет, все нормально, не переживайте. Хоть у вас там выпуклый корпус укулеле, хоть прямой, не важно, главное, чтобы звучало нормально было. Ну так вот, давайте сейчас мы ее настроим, проверим, как она звучит, споем пару песенок. Настроила я ее буквально за пару минут, она не была сильно расстроена. Ну, конечно, струны новые будут немножко растягиваться. Буквально недельку поиграть, и вообще будет все звучать, и мне нужно будет ее постоянно поднастраивать. Но пока, что звучит? Какая красота и гармония. О, хайф вообще. Я не знаю, я так обожаю нюхать музыкальные инструменты, особенно вот этот лак, вот эти все дела. Я не токсикоманка, но мне так нравится запах инструментов, что могу сказать по звучанию зажатия струн. На самом деле, действительно, очень легко все зажимается, мне не нужно давить. Все очень близко, вы видите, да, струны близко грифу, еще вот эти ладовые разграничители, ладовые порожки, тоже маленькие. И ничего, тут, знаете, просто положи палец, у тебя все будет звучать. По звучанию, ну, естественно, так как это пластик, корпус сделан из пластика, нету призвука такого деревянного. Когда, знаете, инструмент сделан из дерева, у него есть объем звука. Если даже сделать сравнение, две укулеле с пластикой и из дерева сделан, вот корпус сделан из дерева, да, не важно какого. У укулеле, который сделан из дерева, будет звук объемней, и он прям такой расплывающийся. Но это уже мои музыкальные заморочки, вы можете даже этого не услышать, не увидеть. Но просто имейте в виду, что, конечно, есть разграничение, если укулеле сделан из пластика или из дерева. Но тут же, в чем прикол, что мне пока нравится, она звучит, она сделана из пластика за счет того, чтобы что, правильно, сидел ты в лесу, дождь падет, ты что, будешь прятаться там в своей палатке, не доиграв песню? Нет, ты подождем, доиграешь свою песню, потому что корпус сделан из пластика, и ничего ей не будет. Ну, проверять, надеюсь, этого не будем, нам этого не надо. Она легко играется, действительно очень звучная, в руке лежит тоже все компактно, я вот положила вот таким вот образом, могу даже встать вам подемонстрировать, вот. Легко лежит, все, ничего не надо, никуда бегать. Поставили, сыграли там свою песенку у костра, и счастливы и рады. Выглядит реально очень круто, да еще чехол есть, ребята, есть чехол, вам не придется в пакете ее нести. Это вообще мне прям, ааа, мне так нравится, я так рада. Ну, а сейчас я убью сразу двух зайцев и покажу вам игру одной и той же песни, одной и той же мелодии. На двух укулелях укулеле Travel at Flight, и тут вот эта черненькая. Мы проверим, во-первых, как звучит тревел сама по себе, круто, не круто ли? И второе, есть ли различия между двумя этими укулелями? Если ты их услышишь, заметишь, обязательно пиши в комментариях, я все почекаю. Ну, а сейчас погнали слушать мое пение и игру. Холодный ветер с дождем усилился стукратно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Вот такая вот у нас есть песенка, сейчас еще найдем песенку. Тебе не назовется дым, черт с ним, он убивает слова, кругом голова. Уже разносит молва по дворам, что между нами и чуа-уа. О чем с тобой говорить? Потеряли нить, вот не с тобой перестать и снова спать. Нас не измерить на глаз, а сейчас зачем мы давим на тормоз, не на газ. Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, да не с ума. А эти ночи в Крыму, теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок. Что я пухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна. Донесут обо всем на ип-молнах. Я помню белые, ало и черная посуда. Нас в хрущевке двое, то мы откуда, откуда задвигаем. Что вы, копеек, плюшки стынут. Объяснить теперь мне вахтеры, почему я на ней так сдвинут. На самом деле, нужно немножечко привыкнуть на то-нибудь укулеле. Вот, допустим, я сейчас играла на другом, который у меня есть, черненькая. Разница очевидна, что тут у черный корпус, как у концерт, прям приходится так положить удобно. А тут надо немножко перестроиться, просто нужно привыкнуть. А так, пока мне нравится. Погнали дальше, поем какую-нибудь песенку. Белый снег, серый лёд, на растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу две тысячи лет. Прожитым под светом звезды по имени Солнце. Но единственное, я пока заметила тот момент, за счет того, что маленький вот эти вот ладовые разграничители, тебе нужно привыкнуть, чтобы понять, на каком ладу ты играешь. Допустим, если ты играешь не подглядывая на аккорды, да, то ты можешь немножечко скосить из-за того, что, допустим, ты не почувствуешь вот этот ладовый разграничитель пальцем. Поэтому немножечко нужно подсматривать, чтобы попасть, как я не попала сейчас в парасак. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И я думаю, что у нее какой-то массивный гриф. Ну, типа, он какой-то большоватый. И действительно, вот прикиньте, по сути у них гриф одинаковый, как концерт. Потому что это концерт, а это гриф, как у концерта, у этого укулеле. И я вот прям ощущаю и вижу, что вот, можно даже различие увидеть, что он действительно массивный, он реально как болванка. Я думала, что я прикапываюсь, нет, это оказалось правдой. То есть вот еще раз, вот еще раз. Аккуратно. КОНЕЦ анбоксинг от Дарьи. Итак, какой же я могу вывести итог, вердикт по вот этой вот укулеле тревел модель Tuz L35DB. Она отлично погладёт для тех людей, которые любят путешествовать, постоянно не сидят на месте, ездят в какие-то там походы, в леса ходят, например, да? Отличный вариант. Берём чехол, кладём себе на плечо, погнали. Отлично спеть песенки у костра. Звонко звучит, легко лежит в руке, удобно, точнее, можно прилепить, тут присобачить себе ремень. И вообще будет идеально, хорошо, удобно лежит в руке, не выскальзывает, ничего. Очень красивая краска, мне прям понравилась. Она, конечно, сделана специально из пластика, чтоб вы не переживали, вдруг там разобьётся или будет дождь. Удобно, что эта модель сделана с грифом от Concert. Фишка этой укулеле в том, что тут не надо сильно прижимать пальцы вот это, прям, потому что они супер близко, эти струны находятся к грифу. Что я могу сказать, какой вердикт от тебя? Если вы хотите брать эту укулеле на постоянной основе, чтобы учиться играть, если вы ещё сидите дома, ну, мне кажется, не совсем подойдёт, не совсем то, что вам нужно. Возьмите просто укулеле из дерева, чтобы она у вас звучала побъёмнее, было погармоничнее, можете взять концерт, саму по себе укулеле, то есть и корпус тоже будет в концерт. Будет самый оптимальный вариант. Но если же вы постоянно в разъездах, постоянно не сидите на месте, то вот этот вот вариант вообще самый, наверное, идеальный на данный момент, что я могу вам предложить. Очень удобно, компактная, она звучит, прикиньте, она даже застроит над шоком. Ещё она круто выглядит. Это, знаете, ни вашим, ни нашим, ни пластик полностью, да, фанера, крашенная лаком, точнее, и не супердерево. Поэтому вот и вам, и нам, и вот так вот красиво выглядит под дерево ещё. Мне прям вообще понравилось, прям 10 из 10 за вот эту штучку. С вами я сегодня прощаюсь. Если вам понравился этот видос, то поставьте свой лайк, напишите в комментариях, как вообще, какая у вас укулеле, я также всё это прочту. Также не забывайте, что вы можете прислать мне своей укулельной стараний. Всё очень просто. Выучим любую песню и мелодию с моих разборов. Выкладываем к себе в Инстаграм и самое главное отметь мой профиль Даша Кирпич, чтоб я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Ну а также, если ты хочешь поддерживать все мои труды и старания финансово, то ты можешь заданетить мне любую сумму на Донатальдерс или подписаться на меня на Boosty. Вот как делают эти ребята. Спасибо им огромное за это! Взамену мне получат клео-нишники и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дайя. Скоро увидимся! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok